Мы сейчас продолжим без перерыва некоторое время и выслушаем, как могут применяться грязи лечения для пациентов, у детей с нарушениями формы туловища. Коллеги, позвольте представиться. Меня зовут Наталья Михайловна Говоренко. Я кандидат медицинских наук, сотрудник кафедры медицинской реабилитации в Воронежской академии. Но, мало того, и сотрудник центра, который называется «Центр восстановительного лечения». И, собственно, по сути своей, как педиатр, слушая все эти ваши договоры, я хотела вас поблагодарить прежде всего. Потому что в педиатрии есть такой термин, так называемый «стигмы дисэнтриогенез». И то, что смотрел коллега из Питера, ломкость, повышенная ломкость ушных раковин, высокое готическое небо, то есть крылоридные лопатки, опущение пупка. То есть все вот эти вот «дисторзии», они относятся к так называемым «стигму дисэнтриогенез». И корни у этого процесса достаточно глубокие. — Я не могу сказать, что может быть через металл? — Да? Ну, давайте. — Единственное, что хочу сказать, что, конечно, у меня не получилась презентация, потому что мне только вчера к вечеру поставили известность, но компьютер не согласился вывести презентацию. В общем-то, я буду своими словами. Так вот, работая много лет в курортной системе и работая педиатром, все эти проблемы исходят из детства. И вы уже получаете готовые проблемы, потому что изначально периоды вынашивания, периоды родоразрешения, в принципе, являются той толчковой базой, в которой приходят уже дети к вам с артопедической патологией. Изначально это самое функциональное состояние организма матери, его готовность к вынашиванию плода, то есть состояние микро- и макрологического обмена, ранее невынашивание беременности, гистозы позднего и раннего срока. И кроме того, участившиеся случаи родоразрешения путемки и сарево-сечения являются достаточно травматичными процессами в повреждении, прежде всего, шейно-грудного отдела позвоночника. И мы с вами видим, что в динамике, в принципе, есть такая достаточно хорошая работа и длительный период наблюдения, так называемый мониторинг, в течение 40 лет, который проводил Институт гигиены детей и подростков под руководством Академика Кучма. Так вот, у них есть замечание, что в течение 40 лет идет стабильный рост ортопедической патологии, причем сочетанной ортопедической патологией, в которой немалую роль играют нарушения, прежде всего, скажем так, аккомодации, рост нарушения зрительных функций, то есть близорукость, нарушение функциональной сердечно-сосудистой патологии, так называемой проляпсометрального клапана или вторичной, говорится, миокардиопатии. Кроме того, нарушение, говорится, появление плоскостопия, причем плоскостопия чаще комбинированного, не только поперечного и парадольного, но и нарушение осанки. Помимо того, говорится, нарушение генетики самой грудной клетки, то есть то, что говорится, межмышечный механизм грудной клетки и нарушение стояния геофрагмы способствуют к тому, что дети значительно чаще болеют респираторной патологией. Я не могу вдаваться в статистику, я буду говорить очень много. В принципе, я всю жизнь занималась парадологией, и это как бы то, что я знаю. Но я расскажу вам только на грязях, глинах, то, чтобы вкратце, потому что я достаточно часто слежу, ну, то есть пытаюсь отслеживать ортопедическую патологию. И хотела бы вам заметить, что в ноябре месяце состоялся симпозиум по дискластическим состояниям детей. Есть такая у нас профессор Кадурина, и очень много работ есть у донецких ортопедов, у донецких педиатров, которые провели исследование и посмотрели, почему же дети так вот в таком быстром динамике, скажем, приходят к ортопедической патологии. Я хочу вам сказать только вот в нашем Воронеже, в 2007 году наблюдался у нас на наше количество детей было 4,2% детей, страдающих ортопедической патологией. В 2009 году, просто еще после донецких, это уже составляет 5,6-5,7%. Это только та, что выявлена патология. А то, что мы с вами наблюдаем, наверное, она, скажем так, нерегистрируемая, еще достаточно высокая. Так вот, в принципе, есть достаточно много работ по так называемым синдромам Эллифсадайлса, по синдромам гипермобильности суставов. И, в принципе, основное, эти логические, может быть, механики влечения, то есть они дают лечебную физкультуру, режимные моменты, применение препаратов магний, в больших дозировках аскорбиновой кислоты. И в каких-то работах, я прочитала все эти практические работы, я отметила, что действительно есть данные и наблюдения о том, что достаточно высокий эффект излечения, или, скажем так, стабилизации, дает применение азотно-кремниевых вод, грязи лечения и, в общем-то, больной терапии в целом. Но я хочу вам заметить, что Воронежский регион не располагает азотно-кремниевыми водами, для этого нужно посещать курорты Алтая, ту же Белокуриху, или, в лучшем случае, Баден-Баден. У кого есть возможность, пожалуйста, в принципе, наверное, не напрасно наши дроводворяне всегда предпочитали, что ездить на воды, потому что термальные воды, помимо ласкающего удовольствия, дают еще вот это, скажем так, эффект оздоровления. С чем это связано? Связано это с тем, что, в принципе, кремний у нас содержится в количестве 3,9 грамма в нашем организме. И он является одним из ферментов, которые синтезируют синтез тех же противообликованных эластичных волоков. Он, скажем так, осуществляет, скажем, эластичную соединительную ткань. И если кремния не хватает, еще в 1856 году профессор Луи Пастер сказал, что если бы человек потреблял адекватное количество кремния, он бы не страдал атеросферозом, трогав лебитом и дольше бы прожил. Это я к чему веду? Что грязелечение, в принципе, вот в этой функциональной связи, да, вот коллега говорил, что физиотерапия и неведикаментозные методы лечения играют достаточно важную роль. Потому что процессы нарастания, скажем, вот этих вот диспластических процессов, да, они связаны не только, скажем там, с нарушением кинетики. Здесь влияют различные внешние средовые факторы, то, что называется образ жизни, который в нашем с вами здоровье составляет все-таки 56%. Куда ни дни, а то и 65, да. И все-таки нарушения, скажем, эндоэкологических и геоэкологических процессов, они влияют. Есть такие работы Фраговой и Окариной, это Донец, которые смотрели, что у детей с нарушениями прикуса, с нарушениями осанки, с нарушением плоска, в 2,5 раза чаще повышен, кажется, уровень стронция в волосах. Кроме того, дети, которые потребляют большое количество медикаментов, мало того, мы с вами едим пищу, которая насыщена консервантами, да, всяческими и так далее, то есть это, естественно, меняет наш биохимизм, то есть обменные процессы и, в общем-то, в какой-то степени меняет метаболические и обменные процессы. Так вот, чем цены грязи, да, то есть мы с вами, ну, я скажу, что есть несколько видов грязи, и, прежде всего, это иловые грязи, вот, кстати, в Питере, очень широко и давно-давно в Сестралецке пользуются иловыми грязями, так называемыми пресноводными или сопропилевыми витами. Есть торфяные грязи, есть термальные грязи, а есть еще одни, скажем так, тип, которые относятся, согласно классификации Малахова и Иванова 1961 года, это так называемые захороненные или коренные блины, которые, собственно, и относятся к классу иловой грязи. Так вот, иловые грязи — это самые распространенные грязи, и это, в общем-то, грязи, которые относятся к так называемому «золотому стандарту». Ну, мы с вами знаем, что есть эти грязи, где? В Ставропольском крае, да, это озеро Томбукан, есть грязи Мертвого моря, тоже, наверное, все слышали, есть грязи, которым пользуются в Крыму, это садки, есть грязи, которые пользуются в предгорьях Капказа, это грязи, которые разрабатываются на курорте Анапа и на курорте Гележик. Разницы большой существенно нет, это все принципы грязи приморского типа. Единственное, что Ставропольские, они являются, скажем так, не приморского, а, скажем, внутриконтинентального типа, и они различаются только по количеству насыщенностью солями и насыщенность именно минеральным кристаллическим остовом. Потому что в грязях самое ценное, собственно, перед собой является вот эта кристаллическая решетка или так называемая зольность. Чем выше эта зольность, тем больше, что выражен лечебный эффект. То есть, в принципе, скажем, грязи состоят из кристаллической решетки, состоят из, скажем так, биологически активных веществ. Собственно, эти биологические вещества, они вносятся в грязь за счет так называемого органического вещества. Ну, то есть в процессе, скажем так, грязи созревания, накапливаясь биологические остатки, то есть флора, фауна, все это привносило в свою, скажем, определенную пищу в связи с этим, с чем появилось, скажем, то, что придало грязям вот эту вот биологически активную позицию. Прежде всего, это флавоноиды, это астероиды, это гормоноподобные вещества, это куриносинистрол, это аминокислоты порядка 12 от 8 до 12 в зависимости от типа грязи, это группы витамины В, это брокаротины, это токоферол, достаточно большой спектр, да? В принципе, скажем, они тоже являются своим опасным, являются... Я не буду давать себе механизм, я тут вас заговорю до вечера. Вот, что я хотела бы сказать, почему курица отличаются грязью, да? То есть есть соли преднасыщенные, ненасыщенные, так вот, то, что курица в Ставропольском крае, это маломинерализованные грязи, потому что они созревают за счет минеральной воды. Грязи приморского типа, допустим, те, которые мы просим у себя в центре, это грязи приморского типа и насыщенность солями составляет порядка от 12 до 35 грамм на литр. Я хочу сказать, что курорт Анапа, наверное, все слышали, да? В 1934 году он начал функционировать как курорт, и туда первыми завезли больных после туберкулеза костей. Перенесено, ну, это нам что-то с вами может говорить. В общем-то, скажем, мы в своем центре пользуем этими грязями достаточно широко, чем они курицыцинны. Достаточно выраженный речебный эффект обусловлен таким вот, прежде всего, интенсификацией арминных процессов, то есть трофика. Правильно говорил коллега, что бы мы ни сделали с мышей, как бы мы ни меняли хроноксию мышц, если она не чувствует, извините, скажем, корневой подпитки, но что же ты там будешь тянуть-то? Понимаете? Скажем, как бы не интенсифицировать обменные процессы? Их надо, нужно питать. В ходе грязевого лечения, я уже сказала, это трофический, это кератолитический, это дефибразирующий, это реперативный, это регенеративный, это иммуномодулирующий, это усиливающий кровообращение, потому что кровоток усиливается в первые буквально моменты грязи в аппликации в два, два, с половиной раза. Увеличивается сердечный выброс, увеличится минутный объем, увеличится частота дыхания и так далее, и так далее. То есть, естественно, меняются эти процессы. Включается гормональная дуга, сначала, говорится, по восходящей туге, по филетным путям, включается гипофил, который в свою собственную, говорится, следующую роль, меняет синтез гормонов паращитовидных желез, шитовидных, инсулинотропность, меняет глюкокортикоид, то есть, интенсифицирует обмен глюкокортикоид, то есть, включается горам в кочниках. И в связи с этим мы получаем выраженный какой-то бактерицидный эффект и противовоспалительный эффект. Это то, что по грязям. Грязи, в принципе, достаточно широко применяются, применяются в виде грязевых аппликаций, это локально, это обширно. Последние данные, последние наработки курортологов приморских, то есть, это и колопов, это и баклыков, достаточно широко пользуют не саму грязевую лепешку, а так называемые тонкослойные грязевые аппликации. Поверьте мне, скажем не менее, опыт работы с грязевыми аппликациями, мы пришли на собственном опыте к выводу, что действительно, чем минимальнее грязевая лепешка, тем больше в этот момент включается не механический и не тепловой фактор, которые являлись как таковыми ведущими, а именно включается на индифферентной температуре, так скажем, 36-34 градуса, тот именно биофизический или физико-химический состав, который, собственно говоря, находится в этом грязевом субстрате. Еще в 1989 году, если я не помню, Вайсфельд, это такой известный курортулок в наших кругах, он работал в Одессе на курорте Куяльник, он провел следование и сказал, что в процессе взаимодействия грязи и самого тела человека возникают так называемые, меняются электростатические поля и меняются модальные заряженные частицы. Ну, то есть, это можно было наблюдать так называемым эффектом гирлянда. И вот эта, вот, скажем, опосредованная смена полярности заряженных частиц, скажем так, что включает собственные процессы энтропии. Собственно, грязелечение обладает выраженным адаптогенным, тренирующим, нормализующим действием, то есть обладает патогенетическим действием, да, а не теотропным. Я хочу сказать, что в работах Мономаренко есть такой физиотерапевт в Санкт-Петербурге. Он главный физиотерапевт, по-моему, северо-западного военного округа. Он написал, что ни одно лекарство, ни один лекарственный препарат не может сравниться с механизмом действия лечебной грязи. Являясь живой и постоянно регенерирующей субстанцией, они нам предоставляют новые возможности открытия. Но я бы хотела сказать вот о чем. Конечно, Воронеж не Анапа и, конечно, даже не Саки и не Баден-Баден, но мы не бедны. И я хочу это сказать с гордостью, потому что, когда встал вопрос, почему же у нас, да, в общем-то, действительно, вот слушая вас, я понимаю, я хочу отдать должное консервативным методам лечебных. Я переклоняюсь перед талантом хирургов. Но поверьте мне, Запад, а я могла себе позволить специализировать состав, работает на том, что 3-4 дня после оперативного лечения и их отправляют куда? На реабилитацию, да? У нас с вами. Мы дотягиваем до последнего реабилитации. И вот этот вот этап преемственности и сам принцип этапности мы каждый что? Стараемся замкнуть на себе и отрезаем. И в этой ситуации мы, в общем-то, практически выключаем самого дитя, а был ребенок. Не выписнули, мы его скупили. Давайте перейти жить дружно. И понимая вот этот весь принцип, поэтапно передавать ребенка. И в этой совокупности мы получим то единое целое, что, в общем-то, даст эффект. А что от этого? Кто заслуг на себя примет? Это уже другое дело. Так вот, когда мы посмотрели, что же есть в Воронеже, что мы можем предложить нашим пациентам, мы провели, скажем, достаточно большой спектр аналитических исследований, посмотрели, да, территория огромная, практически вся Франция сюда укладывается, 54 тысячи квадратных километров. Но когда есть свои торчальники, есть свои запропилевые илы пресноводные, добывать их невозможно, дорого. И никто не будет этим заниматься. Но мы богаты еще и тем, что у нас, как ни в одной области, сконцентрированы огромные залежи глин. И с глинами я хочу сказать, что работают, так называемые, детские камни. Это глины, это Осетия, они работают давно, курорты с этим. Работает Польша, работает Германия, работает Швейцария, работает Болгария, они работают с глинами. Мы провели, так называемые, клинические испытания. Да, единственное, что это дети были не с ортопедической патологией, потому что условия санатория не позволяли, скажем так, заполучить детей с чистой ортопедической патологией. Но поверьте, те статистически значимые результаты, которые были получены, отдают, скажем, дань восхищения этому материалу. Чем же он так ценен? Сами по себе глины, это, собственно, перетертые вулканические массы. И ценности в том, что они практически по своему механизму действия аналогичной пилоидотерапии. В чем-то даже, может быть, превосходят. Потому что основной кольца, показатель теплоемкости, теплоудерживающей способности, они во многом даже превосходят те же торфяные пилоиды. Тонкий градулометрический состав, то есть, действительно, при смешивании с водой, клина образует мягкую пластичную массу, которая достаточно хорошо прилегает к телу. Но самое главное, она содержит в большом количестве кремний, она содержит титан, она содержит алюминий, магний, цинк, кальций и так далее. Я хочу вам сказать, что вы, коллеги, пользуетесь титанами, да? И, в общем-то, титан и как и алюминий, это один из компонентов, который содержится и способствует регенерации эпителиальной ткани, костной ткани, и, в общем-то, крицессухожирной ткани. Но я, конечно, не ортопеда, не биохимик, может, это что-то, в общем-то, но я хочу сказать вам, что, работая с детьми с ортопедической патологией уже здесь, в условиях города, мы имеем небольшой на клинические наработки, что дети с паскостопиум, которые получали глиноаппликации в виде носочков, существенно меньше и имеют, так называемый, подвылих ахилово-сухожилия. То есть, действительно, стопа и сама плотная соединительная ткань имеет достаточно важное значение в терапии данных детей. Так что, если будет желание, если будет возможность сотрудничать, мы как-то, мы открыты. Тем паче, в условиях города это все доступно. Реально по цене, реально во времени. Если у кого-то есть возможность поехать на Корморт и получить в течение 20 дней лечения и на том дальше себе не позволит такую роскошь, пожалуйста, если, скажем, есть возможность наблюдать у пациентов динамики, работать, скажем так, в соединении, мы принимаем с удовольствием ваши предложения. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Да, вы контакт на телефоне, где вы находитесь, скажите, что-то очень важно. Если можно, я оставлю визитки. Я вас затарахтила, да? Скажите, я вас затарахтила. Держится 114 напротив паруса надежды. Заблудиться невозможно. Приходите. Я чек общительный, вы уже поняли, да? Открытый, контактный. Захотите работать по научным проблемам, радиога, подставим плечо. Если это просто практические наработки, то же самое. Хотите помочь своим пациентам, давайте объединяемся. Спасибо всем за внимание. С какого возраста? Значит, я хочу вам сказать, что курортологи Евпатории имеют практические наработки, что грязелечения они поработают с 6-месячного возраста детей с так называемым детским церковным параличом. В принципе, в традиционной курортологии грязелечения показаны с 4 до 72 лет. В этом плане глины более щадящие с 3 до 85, потому что они обладают за счет того, что они содержат органики всего 3, ну максимум 5%, они все-таки обладают более-менее щадящим действием. Поэтому, в принципе, индивидуальный подход он никогда и в том, в нашей с вами отрасли не мешал. Спасибо. Иван, спасибо. Я оставлю про гучар. Расскажу в другой раз про гучар. Я хочу сказать, что область у нас богатейшая. 52 источника минеральной воды. Какие у нас есть с вами рассолы, это может позавидовать Шилка и, наверное, пельсогермания. И все. Даже вода, что у нас с вами в белой горке, которая, просто я скажу, она у нас полный аналог, такая вода, только это единственная точка в мире, бесплатно. А у нас с вами не пользуем. Спасибо, Наталья Михайловна. Очень информативно и важно. Очень эмоционально. На конференции Орбитегии мы ваши доклады слышали. Здесь, наверное, все. Есть и гребелечения, есть тоже самый рефлекторно-мышленный массаж, очень много, самое разнообразное. Здесь указан мой телефон. Это личный сотовый. Звоните, приходите. Всем спасибо. Я, к сожалению, лениваспорт.